Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 724 из учебника математика 6 класс Веленкин-Джохов. Давай откроем учебник и прочтем условия задания. А у нас здесь задача. Внутри угла АОЦ проведен луч ОБ, так что угол АОБ равняется 56 градусов и угол БОЦ 40 градусов. Какую часть угла АОЦ составляет угол АОБ? Угол БОЦ. Выполните построение этих углов с помощью транспортира. Запишем кратенько условия задачи. Угол АОБ, угол БОЦ и нужно найти отношение угла АОБ к АОЦ и БОЦ к углу АОЦ. Ну и не забыть, что нужно выполнить построение. Первое, что нужно нам узнать, это АОЦ. По условию внутри угла АОЦ проведен луч ОБ. То есть этот луч разделил наш угол на два угла. Значит, если мы просуммируем их, сколько у них градусов, да, просуммируем их градусы, получится угол АОЦ. То есть это будет 96 градусов. Думаю, может быть, даже лучше будет записать, например, вот так и без вот этого. Ну, в принципе, можно и так, но некоторые учителя соглашаются, что так можно, некоторые нет. Я бы записала так. Так, теперь мы знаем угол АОЦ и можем найти отношение угла АОБ к углу АОЦ. Что такое отношение? Кто не знает, то видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть на нашем сайте, перейдя по ссылке под этим видео. А я напомню, что отношение это частное. То есть нам нужно разделить угол АОБ на угол АОЦ. Записываем мы это в виде дроби и сокращаем на 6. Получилось 7 двенадцатых. Это отношение угла АОБ к углу АОЦ. И следующее нам нужно узнать, значит, угол следующий у нас какой? БОЦ, да? Отношение угла БОЦ к АОЦ. Также записываем как частное через черту дроби и сокращаем на 8. Получилось 5 восемнадцатых. Отношение угла БОЦ к углу АОЦ. Ну и в принципе это и есть наш ответ. 7 двенадцатых это отношение АОБ к углу АОЦ. А 5 двенадцатых отношение угла БОЦ к углу АОЦ. Но есть еще следующее задание. То, что нужно построить, нужно построить, выполнить построение, да, сейчас. Выполните построение этих углов с помощью транспортира. Итак, для этого мы сначала проводим черту луч определенный, да. Вот здесь у нас будет точка, а сюда пошел луч. Далее мы берем транспортир, устанавливаем на нулевую отметочку. Не по 180 смотрим, а именно по нолику, да, по внутреннему. И теперь будем чертить первое, что у нас там. Получается 96. Так, смотрим, вот 90. Так, сюда идет 95. И еще один, это у нас будет 96. Итак, это у нас АОЦ. Ну и теперь можно отложить сюда хоть, сколько у нас там было, 56 и 40, да. Хоть 56, хоть 40. Ну, я предлагаю сюда давай 56, а сюда уже будет 40 тогда. Так, 56, это вот у нас 50. И еще чуть-чуть, 55, 56. Итак, у нас получится 56 и 40. Почему здесь одна, а здесь две такие скобочки, потому что разная мера, да, у них. Итак, вот мы и выполнили, в принципе, построение и полностью задача решена. Если тебе понравилось наше видео, поставь лайк. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под видео. Также переходи на наш сайт, где ты сможешь решить самостоятельно похожее проверочное задание. И получишь за это баллы. А каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. И если ты еще не подписан на наш канал, то подпишись, чтобы не пропустить новое видео. Ну, а я со всеми прощаюсь. До следующего задания. Продолжение следует...